С 2008 года в России проводятся конкурсы на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества. В этом году Десногорский совет женщин решил попытать удачу с проектом «Творческое воспитание детей через кукольный театр» и победил. Проект реализуется поэтапно. В выставочном зале были представлены итоги первого из них. Фотоотчет работы проекта с июня по октябрь и выставка кукол, изготовленных Верой Шелгуновой и ребятами из многодетных семей, которые вошли в труппу кукольного театра. Главная задача проекта – научить детей техники изготовления самых легких настольных кукол, актерскому мастерству и сценической речи. Развитие детей. Во-первых, мы сегодня видим, очень много детей у нас в зале собралось. Это очень радостно, это очень, скажем так, интересно. Я смотрю, что дети прям загорелись, и дети готовы прям выступать. Картон, клей ПВА, гуашь и белая ткань – вот тот набор, который превращает ребенка в волшебника. Актеры кукольного театра провели мастер-класс, на котором научили всех желающих изготавливать настольных кукол. А затем началось самое настоящее представление. За время проекта театру необходимо поставить два спектакля. Первый – учебный. Его ребята представляли в этот день. Занимались постановкой руководитель проекта Ольга Романюк и Галина Самофалова. Всех кукол создала педагог Дома детского творчества Вера Шелгунова. На изготовление каждой уходило более двух недель. Второй спектакль – колобок. Уже более серьезные его декорации и кукол изготавливают в Смоленском областном театре кукол. Постановкой занимается главный режиссер театра Павел Акинин. Премьера состоится на праздновании Дня матери 25 ноября. Малыши, они через куклы познают мир, понимают, как надо общаться, что такое хорошо, что такое плохо. Мы организовывали приезд Смоленского театра кукол. Два раза в Десногорск приезжал. Много раз мы организовывали поездки в Смоленск в театр кукол. Набирали членов, то есть многодетные семьи, жители города, ну то есть желающие. Сами актеры считают, что участие в кукольном театре – это бесценный опыт. Это развивает, это учит детей быть открытыми, ничего не стесняться и быть более развитыми. Помимо спектакля в этот день ребята устроили самый настоящий концерт. Они декламировали стихи, пели песни, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Посмотреть на действия, поздравить с получением гранта театралов и вручить подарки пришел и глава города Андрей Шубин. Все пришедшие на представление были в полном восторге. Ну из героев мне понравился цепля. По завершению мероприятия всех гостей и участников праздника ждал сладкий стол.